Село Волоховьяр находится недалеко от Балаклеев Харьковской области. Полгода населённый пункт находился под российской оккупацией. За это время российские войска заминировали его полностью. Дороги и поля на подступах и в самом селе засыпаны минами-лепестками. Местный житель Александр Черняк самостоятельно ищет взрывоопасные предметы. Мужчина работает с металлоискательным щупом в очках и наушниках. Говорит, за последние две недели только на своём и соседских огородах, а также вдоль дорог в селе обнаружил почти 1300 лепестков. Все находки отмечает красными флажками. Затем опасные находки собирает в яму. Говорит, если и произойдёт детонация, то разлёт осколков будет намного меньше. Мины-лепестки в селе прозвали жабками. Они опасны тем, что могут долго лежать без активации, а затем внезапно взорваться. Именно так один житель села Волохов-Яр получил ранение и уже полгода передвигается при помощи костылей. Косой проверял кругом, а внизу огорода напоролся. Ну, сначала граблями искал. Видно, в ямку упал лепесток, не вытащил, а косой зацепил. Взрыватель летел сюда и на 40 с чем-то частей кости побило. Собрали. Ну, вот полгода. Что дальше, неизвестно. От таких мин уже пострадало три человека, рассказывает староста села. После деоккупации стараются предупреждать местных об опасности. Но лепестков так много, что уберечь людей от несчастных случаев очень сложно. «Оповещаем постоянно. Разговариваем, развешиваем объявления, сообщения, что никуда, только по дорогам асфальтированным. И никуда сворачивать нельзя. Знают, у нас была такая ситуация, что человек подорвался у себя во дворе. Не так, чтобы там где-то, а у себя во дворе. Он ходил по этой дороге и подорвался на той же тропинке, по которой он ходил в течение полугода». На сегодняшний день Харьковская область – один из наиболее загрязнённых минами регионов Украины. 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель нуждается в разминировании. После деоккупации Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 22 тысячи заявок на разминирование от местных жителей, которые начали возвращаться домой. Однако сапёров на всех не хватает. Основные работы они ведут на объектах критической инфраструктуры. Спасатели говорят, категорически не рекомендуют местным самостоятельно пытаться разминировать территории. «На жаль до частных домовладений». «К сожалению, к частным домовладениям. Не хватает сил, возможностей добежать, дойти просто физически. Не спешите, берегите свою жизнь. Не стоит рисковать ещё и так беспечно, как происходит в некоторых случаях». На сегодняшний день во время разминирования в Харькове области погибли 8 сапёров-сотрудников ГСЧС. Ещё более 30 получили разные травмы и ранения. Среди гражданского населения тоже есть жертвы. Очередной несчастный случай произошёл 4 мая в Изюмском районе. Во время полевых работ трактор наехал на мину. Тракторист был госпитализирован в местную больницу.